Оборонэнерго и Ленэнерго будут устранять аварии на линии энергоснабжения котельной Цитадельская вместе. Объединить усилия компаниям поручил вице-губернатор Петербурга Игорь Алпин. Цитадельская обеспечивает теплом и горячей водой большую часть Кронштадта. Перебои в энергоснабжении котельной могут привести к отключению от благ цивилизации трех сотен жилых домов и десяток социальных объектов. Обновить линии электропередач котельной компания Оборонэнерго должна была еще два года назад. Кабели уже дважды выработали свой ресурс и требуют срочной замены. 5 февраля 2015 года я впервые давал поручение на тему. Ну и что, чудом перезимовали две зимы. Опять на чудо поводить. Надо выходить на управленческие решения. Если вы считаете, уважаемый Андрей Викторович, что вашего ресурса недостаточно, в вашем распоряжении ресурс города, вице-губернатора курирующего, губернатора в конце концов. Но надежность теплоэлектроснабжения Кронштадта момент принципиальный для нас. В 2017 году перебои подачи электричества на котельную с отключением от тепла потребителей случались четыре раза. Последний 13 апреля вывел котельную строю на 10 часов. Электричество в Цитадельскую поступает от разных подстанций по двум линиям. Общая протяженность кабельных линий, требующих замены, 7 километров. Но в лучшем случае работы начнутся в 2021 году. До тех пор компания планирует пользоваться дополнительными схемами электроснабжения котельной. Чтобы хотя бы сократить время отключения, вице-губернатор Игорь Албин поручил Оборонэнерго заключить договор с Ленэнерго о выделении дополнительных аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, чиновник распорядился направить в Министерство обороны предложение о передаче сетей в собственность Петербурга.